Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова, и сегодня я по некоторому заданию побывала не в одном, а даже в ряде ювелирных салонов. Дело в том, что как бы то ни было, не знаю почему, но меня вообще не прельщают бриллианты, золото нравится, но когда его много, когда цепи большие, мне это не нравится наоборот. Мне нравятся дорогие часы, это да, это нравится мне. Мне нравится как бы дорогой подтип бижутерии, это да, тоже нравится. Бриллианты вообще никаким образом не нравятся, ну не знаю почему. И не отступая от темы, я могу сказать и хочу сказать о том, что по этой большой причине я побывала в салоне Сваровский. И знаете, сразу скажу о интересном таком подтексте консультантов, когда задаешь вопрос, а есть ли что-нибудь подороже? У них... что вы имели ввиду? Подороже? Может быть подешевле? Я не ослышала с плане этого. Понимаете, ребята, стереотипы тоже у всех есть, все просят подешевле, но красиво. А здесь приходишь и говоришь, я подороже. Вот вы дорогой показываете, подороже, еще что-нибудь покажите, ребята. То есть это другой уровень в любом случае. Мне понравились часы, их примерить, как бы мне позволили, все, не просто я в другом салоне побывала. И побывала в ювелирном салоне, ну это мне не нравится. Сваровский, да, вот как бы мне самых-самых-самых истоков нравится он, как только себя помню. Поэтому, ребят, спасибо за такое задание. Это другой, другой, другая жизнь, другой стереотип, другой, вообще все другое. Поэтому мне иногда тяжело слова подобрать, но на самом деле, когда есть понимание того, что если есть такие салоны, если есть такие цены, значит, на какой-то уровень людей он рассчитан, значит, не просто для красоты эти салоны, магазины существуют, а потому что есть потребители, поэтому встает вопрос, почему? Почему не я? Почему не вы, допустим, понимаете? Это очень, как бы, дает такой пинок и встряхнуться, когда-то немножко погрустить, но грустить толку нет, никакого результата не выйдет от этого. Но просто я хочу саму суть донести. И Сваровский мне нравится еще и тем, что отделывают им и машины, и пылесосы уши, грубо говоря, от истоков платья заканчивая унитазами, как хотят люди изгаляются. Мне просто нравится этот общий блеск. Ребят, пройдите-ка с заданием и поймите, о чем мы все здесь толкуем. То есть, если есть потолок, есть, значит, люди, которые не ниже, точнее, а выше этого потолка даже. Желаю вам быть выше ваших целей и достигать огромных результатов, прыгая выше потолка. Пока-пока!